Добрый вечер! Секреты весьма необычной для мужчины профессии откроет сегодня шок-шоу! Многие молодые люди, претендующие на экономическую независимость и светский лоск продолжают черпать материальные блага из кошелька родителей Герой шок-шоу пошел другим путем Причем вопрос своей финансовой самостоятельности он решил весьма творчески Приглашаю Эдуарда в студию Вот уже два года Эдуард танцует стриптиз в ночных клубах Эдуард, сколько вам лет? 21 Вы рижанин? Нет, я родился в Елгаве, я живу в последующее время До того, как вы стали танцевать стриптиз в клубах, вы занимались спортом или танцами? Да, я занимался спортом тяжелой атлетикой И как бы преуспевал в этом спорте, был мастером спорта Но так случилось, что мне надо было как бы совмещать работу и спорт И поэтому я выбрал одно Я выбрал работу Ну и как бы сейчас только поддерживаю, оставил спорт А танцами вы не занимались до того? Честно, нет Не занимались У меня нету хореографического образования И как бы никаких кружков я не ходил До профессиональных занятий танцами, когда вы были на дискотеках, танцевали с удовольствием? Я просто знаю, что достаточно сложно мужчину на дискотеке вытащить танцевать Нет, как бы у меня с этим все в порядке Все нормально было Вы сказали, что вы занимались спортом и работали А где вы тогда работали? Ну, у меня был свой небольшой бизнес, да, я не хочу говорить какой, да Ну вот, и он потихоньку начал увидать Мне надо было придумывать что-то другое Денюшкам все нужно, как говорится Мысль заняться стриптизом Вам кто-то подсказал или просто в один прекрасный день вы подошли к зеркалу И решили эту красоту не скрывать? Нет, все было совсем иначе Это было года два назад, да И параллельно проходили гастроли в Чепенделлах, как вы помните, да И я подумал, почему бы и нет, почему бы и не попробовать И я стал узнавать телефоны Пробивать вот это все Искал нужных людей Да, и так потихоньку-потихоньку я находил нужных людей Мы разговаривали с ними И вот втянулся в эту среду, как бы, шоу-бизнес Выступление Чепенделлов вы видели? Честно, нет Нет План действий созрел сразу? Что делать в такой ситуации? Ну, как я говорил, что я живу в Елгаве, да И там у нас по пятницам проходили эротическое шоу, да, стриптиз Также был мужской стриптиз И, ну, я решил с другом, с которым много разговаривал об этом Поддерживаю отношения с друзьями И пошли отдыхать туда Я решил, как бы, может, найти кого-то там, как бы, преуспеть где-то Я нашел менеджера этого, разговаривал с ними Что, к моему удивлению, то, что он буквально сказал добро на все Да, я пришел, сказал, я, как бы, хотел бы попробовать танцевать стриптиз Он говорит, да, на следующую пятницу Я говорю, я только начинаю Он мне сказал, что нужно Я вот, впоследствии, вот, в течение этой недели, да, я Там надо было три диска, три костюма, три танца надо было Я вот это, как бы, нашел, сшил И, вот, первое было выступление буквально через неделю, как я захотел Как вы умудрились за неделю сделать три номера? Очень просто У меня сестра Швея, и я очень хорошо попросил ее Кто поставил вам эти первые танцы? Я сам Я долго вечерами думал, что да как делать И, как бы, конечно, не сразу все получилось Ну, какие-то элементы я закрепил себе И, как бы, я их начал дальше развивать И так потихоньку, потихоньку Ну, конечно, первый раз вышел мне менеджер Я просто увидел менеджера лицо, как бы И понял все сразу Надо, надо развивать все Надо смотреть чуть дальше Чтобы было интересно людям и мне Менеджер потом поделился своими впечатлениями? Да, конечно Он сразу говорил мои ошибки Как бы, у него самого нету хореографического образования Да, но он просто не в первый год в этом бизнесе И он видел, как другие танцуют И, ну, делился впечатлениями О всем, что видел Как вы делали первые шаги в этом бизнесе? Общались с другими танцорами? Да Вот за неделю, как я пришел с менеджером в разговор Я нашел телефон один одного танцора Я решил с ним встретиться Поговорить, как, что, сколько платят И дальше Я позвонил Ну, и у меня первое впечатление было о нем Что я увижу Человека Отлического телосложения Ну, рост Метр восемьдесят пять Метр девяносто Черненький Думаю, ну, как я впишусь в это? Рост метр семьдесят шесть Семьдесят пять Где-то так А я прихожу на встречу И Вижу перед собой парня Совсем не отлического телосложения Ростом даже, может, ниже меня Только Блондинистые волосы, что я выдавала Что-то он чем-то вот так Выделялся Весь толпой Ну, вот мы с ним разговаривались Мне вот это сбросило в голову Я уже подумал Ага, значит, не все так плохо в моих шансах Ну, вот Мы встретились И я начал расспрашивать Задавать вопросы Как вы мне сейчас Так же Разговаривались Мне все объяснилось Ситуацию Ну, и Тоже дал много телефонов уже через него Он помог мне Тоже во многом Как восприняли вас будущие коллеги? Ведь вы были их конкурентом Как? Во всем бизнесе Конечно Сначала Было какое-то Не презрение Вот так Таинство Какое-то В их глазах Я не знал их Они не знали меня И Как бы Любой человек В новом коллективе Он Требует себе Какое-то внимание И вот они Это внимание Шибко уделяли мне Да И Ну, конечно Потом Потом Мир не без добрых людей Да Потом Разговорились Начали чаще встречаться По работе Ну, сейчас Хорошие очень отношения Со всеми Ну, конечно Плата Это было на первом месте А потом Отношения Отношения Менеджеров Хозяев клуба Публики Как она относится Ну, реакция Ну, мне так объяснил Он тоже Он не первый год В этом бизнесе Просто И он Это очень хорошо знает Сколько же вы получаете За одно выступление? В среднем Один танец В клубе Я имею в виду В клубе Да От пяти до семи лад Один танец Да Бывает три У меня было Пять Пять клуб Не пять? Да, пять клубов Было за ночь Не страшно ли было Первый раз раздеваться На публике? Тем более в Йогове Это маленький город Все друг друга знают Страшно было другое Страшно было Делать так Что публике Это не понравится Я как бы Переборол себе Вот этот Конфуз Да От этого беды не было Мне просто надо было Я хотел Красиво станцевать Понравится Публике И менеджеру Я понимал Что это будет Дальнейшая моя работа И если я понравлюсь То будут Неоднократные предложения Просто Это деньги То же самое Кто-то из ваших знакомых Был на этом первом выступлении? Ну такой случай Интересный Когда на первом выступлении Я танцевал Было темно Я подхожу к девушке И смотрю в ее лицо Она на меня А это оказалась Моя соседка Ну вот Мы такими взглядами У меня очень было Серьезное лицо А она была Просто в шоке Так стоял Сидел И смотрел Потом конечно Все расслабились И все продолжалось Все кончилось хорошо Я знаю Что танцоры стриптизы Обычно И публику вовлекают В это действие Тогда это было В первый раз? Нет Тогда не было Я говорю Я работал первый раз Я не знал Что да как делать Я даже не видел Я видел Один номер Одного парня В тот вечер Когда я подошел К менеджеру И все Я ничего не видел А потом конечно Уже начал Сейчас с этим С этим Сейчас все в порядке Вы так отчаянно Видели один танец И решили Что вы пойдете И станции Надо как-то начинать Правильно? Чем быстрее Тем лучше Как вы впоследствии Преодолели свою скованность? Я просто понял Что стриптиз Это Как искусство И Эта скованность Ушла на второй план Я отношусь К стриптизу Как к искусству Сравнение Если Актер И стриптизер Это С одной точки зрения Это две Отъемленные вещи Актер Он тоже Ходит в роль У него Какие-то есть Монологи А у стриптизера То же самое Только он Тоже ходит в роль Он там Солдат Или морячок Или Да Какие-то там еще Роли Но Он не говорит Он это Воплощайся в танцы Приходилось ли вам Танцевать в гей-клубах? Да Приходилось Больше скажу Что первым Моим клубом Было как бы На постоянной работе Гей-клубе танцевал Я скажу сразу Что я нормальная Ориентация И мне было Это очень трудно Я чувствовал себя Не в своей тарелке Первые Две недели Я Отработал И просто сидел В одном месте Я понимал Что надо что-то делать Потому что Это все Идет Денюжку И как бы Если Я на данный момент Не мог ничего найти Лучше Я работал В этом клубе Мне приходилось Работать К вам приставали Посетители? Да Ко мне подходили И говорили Что Подходят Говорят Я твой поклонник Или еще что-то Но они быстренько поняли Что Как бы Я другой человек И это Очень Радио Быстренько все доложило И Меня оставили в покое Кроме Стриптиза Чем вы еще занимаетесь? Недавно Я Месяц назад Да Арендовал Автомок Я хочу еще попробовать В другой сфере Ну вот Пока будем смотреть Как пойдет Деньги на аренду Автомойки Вы заработали Именно стриптизом? Да Да Можно так сказать И что было И стриптизом Да Приятно Приятно Когда Любимая работа Приносит еще и Неплохой доход Рекламная пауза Два года Из 21 Герой шок-шоу Эдуард Танцует Стриптиз Танцует На радость себе И посетителям Ночных клубов Заработанные деньги Он вложил В новый для себя Бизнес Арендовал Автомойку Что Для такого молодого человека Согласитесь Совсем неплохо Эдуард А в каких клубах Вы танцуете Где вас увидеть можно? Рио Наутил Пирамида По псифорам Долгое время Работал тоже В основном Все клубы Вот так Режиссер Продолжение следует grovel Режиссер Долгое время С rend Вы parleм Режиссер О М Во��의 Как ваши близкие относятся к тому, чем вы занимаетесь? Ваши родители, например. Если честно, у нас не было такого разговора конкретного. Но так я вижу со стороны, что все в порядке. Никаких упреков, ничего. Главное, что приносил деньги, было все во благо. Если я не делаю это своей работой, никому плохое, то... Девушка у вас есть? Да. Где вы познакомились? В клубе познакомились. Вы не работали в тот момент? Нет, я не работал. Я отдыхал. Когда она узнала, что вы стриптизер, как она реагировала? Ну, это она узнала буквально через неделю-две, через неделю, что-то. Это, конечно, там... Ей было интересно. О, необычно, там, ни на железной дороге, да, ни кондуктор нигде, ни стриптизер, да. Ей было интересно. Ну, когда это знакомство переросло в чувства, это очень стало болезненно для нее и, как бы, для меня тоже в какой-то мере. Почему? Она ревнует? Да. А сначала она этого не показывала. Говорит, я все понимаю, но сейчас так... В последнее время очень сложно стало. Сегодня очень сложно. Я, конечно, ей все объясняю. Все, говорю, давай я тебя возьму с собой, будешь ездить, посмотришь, как это все происходит. Вот нет, вот ей надо поскандалить лучше, чем вот поехать со мной и посмотреть, что куда. Вот ты договоришься со всеми, там, вот если ты меня возьмешь, заранее ты говоришь, ничего не будет, ни с кем я не буду разговаривать, никто со мной не будет разговаривать. Ну, я говорю, ну, глупости это все. Ну, просто она не знает, как это все происходит. И я уважаю и очень прекрасно понимаю это. Когда она упрекает и начинает скандал из-за этого, я ничего не говорю, я очень прекрасно понимаю. Потому что, если сказать с моей точки зрения, если бы у меня была девушка, и я чувствовал, что я привязываюсь к ней, я бы оттолкнулся, я бы не стал с ней никаких отношений заводить. Потому что мне было бы очень больно. Я понимаю, что она чувствует сейчас. Она когда-нибудь видела, как вы работаете? Да, один раз видела. Сначала она сказала, ей было очень интересно. Но потом случилось внутри, она не знает, что, не может объяснить что-то такое, что ей стало противно. Ну, как бы можно понять это. Противно. Не в том смысле, что некрасиво что-то, а что, как бы я принадлежу ей, и вот я вот, она должна меня только видеть обнаженным, да. А вот меня все видят, там, я, как я говорил, вытаскиваю публику на сцену. Вот ей стало это невыносимо, да. Она сказала, что она пошла к бару и начала пить виски. А как же на самом деле у мужчин-стриптизеров обстоят отношения с поклонницами? Предстают? В моей практике не было такого. Вот, может, когда, после работы, прям, ты переоделся, сходил в душ, вот, может, в этот момент интересно познакомиться, правда ли, да. А вот, чтобы я выходил из клуба и там, там, подбегали. Нет, 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 такого нет. Я сужу по художественным фильмам, и я видела, что стриптизером засовывают деньги за трусики. У нас это принято? Да, у нас это принято. Ну, я могу сказать так, что, из практики своей посудить, что женщины жадные, скажем так, на это дело. Девушкам все доставляется в много раз больше и легче. Не, ну, были-были такие ситуации, да. Очень приятно мне было. Я думаю, что дело может быть не только в жадности, но все-таки женщины обычно с мужчинами приходят. Да, да, с мужчинами. И даже были такие ситуации, что, если нравилось девушке, вот, парень с девушкой, мужчина и женщина пришли, то мужчина дает деньги женщине, и она вот тогда так. Есть ли у вас какие-то правила, вот, во время танца, к кому подходить, к кому не подходить, сколько внимания, времени уделять? Да, есть. В основном, когда работаем в каком-то клубе, там требуется две девушки, один парень, да. Девушки, как правило, первые идут танцевать, девушка, ну, я там, второй или третий. Я сразу спрашиваю об обстановке, какая публика, агрессивная, не агрессивная, нормально настроена. Это первый принцип такой. Потом, когда я уже непосредственно вышел на сцену, я смотрю вот ту жертву, для которой я буду работать. Я работаю, как бы, для всего зал, чтобы это было красиво со стороны, да. Вот я ищу такую жертву, вот кто так ведется, да. Если нету такого человека, то приходится своими силами как-то танцевать, да, ну, там, чтобы красиво было. А так, да, неотъемлемая часть работает. Как наша публика, как наши женщины реагируют на внимание стриптизера? Есть молодые женщины, есть уже зрелого возраста женщины, да, и реакция идет по-разному. Могу сказать точно, что положительная, в основном всегда с практикой могу сказать, что положительная реакция шла у зрелых женщин. Всегда. Очень легко с ними работать. Они не смущаются? Нет, они не смущаются, как бы, они прожили большую жизнь, они знают, что это искусство, грубо говоря, прикол, да. Им это интересно. Отличается ли сам танец перед женской аудиторией от танца перед мужской, я имею в виду, в гей-клубах? Какие-то приемы, может быть, другие? Нет, все так же самое, вот я скажу такую вещь, что я, танцую, никогда не вытаскивал в гей-клубах мужчину, никогда этого не делал. Я скажу просто, там смешанная публика, я искал просто девушку и вытаскивал девушку. Эдар, скажите, пожалуйста, когда вы начали танцевать стриптиз, избавились ли вы от каких-либо комплексов, если они у вас были, конечно? Я скажу вам такую вещь, что даже сейчас на сцене я могу вытащить девушку, раздеть ее, раздеть ее сам, а в жизни я не могу подойти к человеку. Вот если мне нравится девушка, я не могу с ней первой заговорить. До сих пор этот конфуз остался, я не понимаю, что это человек изнутри. А кто больше получает, мужчины или девушки-стриптизеры? Когда все начиналось, пошел слух такой, что парни получают больше, чем девушки. И я считаю, что это нормально, да. Но все получают одинаково. Эдар, ты вас приглашали на какие-то закрытые вечера? Есть девичники, как вы знаете, да. Если девушка перед свадьбой, вот они устраивают девичники. Да, приглашали. Это очень интересно всегда, да. Структура, постановка все одна и та же. Вот я прихожу, говорю, где эта виновница, да. Как бы танец для нее они заказывают. Я ее... Берется стул, ну, чтобы ее отделить от толпы, просто вот... Они сидят, смотрят, а я работаю для нее. Я работал в клубе «Джин Бим». И... Подошел человек и сказал, что вот у нее девичник. И вот она, значит, после программы отвезет. Все, у нас было двое. Я говорю, да, хорошо. Договорились о цене. Мы приезжаем. Я вижу такое здание, совсем непростое. Мы туда заходим. Я потом все сразу понял, что мы работали для каких-то... Как я понял, не для них работа, а для их девушек. Криминальных авторитетов. Когда... Я еще не знал, что да, как. Я только видел хорошо накрытые столы, сауну. Вот все сделано по первому классу. Я думаю, ну кто же, с кем договориться. Мы вдвоем зашли. Я услышал только звук шагов, поворачиваясь. Я сначала вижу этот крест, потом человека. И вот он с нами договорился, для кого что работать. Вот тогда я почувствовал. Это было интересно для практики, да, но мне было неприятно, честно. Если бы я знал заранее, куда мы поедем, то я бы отказался. Есть ли у вас еще какие-то дополнительные хобби? Ну, хобби у меня простое. Рыбалка. Очень люблю... Не, очень люблю природу. Очень люблю. Как все нормальные молодые люди, да, ходят на дискотеки. Если честно, вы меня должны понять, на дискотеке... Я не могу уже просто. У меня шум, гамма этот. Я вот рыбалка, лес. Или вот просто в баньке посидеть. Если что, в баньке посидеть. Вот классно. Я бы промерял. Только не в клуб. Только не в клуб. Посидеть в тишине, чтобы релаксация была полная. Вот из заработанных денег вам кому-нибудь нужно платить, отдавать за то, что вам работу предоставляют? И наезжает ли на вас иногда рекет? Существует ли такое? Я скажу так. На первый вопрос отвечу. Нет, мне звонит менеджер. Он говорит определенную сумму или я говорю. И я вот эту... Я еду, я знаю, что я эту сумму получу. И мне никому не надо ничего отдавать. Да? В этих вопросах ничего нет. Насчет рэкета, ну... Бизнес этот не очень такой прибыльный, чтобы... Ну, сами понимаете, да? Там 20-30 лад за ночь, да? Ну, рэкет, ну... Будут они за каждым бегать и каждого выпрашивать эти деньги. В ночных клубах существуют приватные танцы. Да, есть. А вам приходилось танцевать именно приватные танцы? И как часто? Приходилось. К сожалению, не часто. Почему, к сожалению? Потому что это хорошие деньги. Да, там совсем идет по-другому. Танец состоит совсем в другом, да? В клубе ты работаешь, ты танцуешь, ты двигаешься, ты делаешь, чтобы это красиво. Что требуется в приватной комнате, чтобы это было эротично. Чтобы ты завел этого человека. Но я знаю, о чем вы сейчас все думаете. Этого не происходит. И ни в коем случае. Для этого другое есть название других людей. Вы не боитесь, что из-за своей работы стриптизера вы можете потерять свою любимую девушку? Вот сейчас такая ситуация, да, в моей жизни, в отношениях, что чем дальше, тем хуже я вижу, что все происходит в отношениях. Я очень не хочу потерять человека из-за моей работы. Но если придется выбор, девушка или работа, то я скажу так, что я уважаю ее. И если она любит, она должна уважать меня. И понимать все это. Представьте себе такую ситуацию, если было бы все наоборот. Если бы ваша девушка танцевала стриптиз, а вы были бы бухгалтером, как бы вы к этому относились, ревновали бы вы ее, к ее профессии? Я очень уважаю, очень ее уважаю, то, что она сейчас со мной до сих пор. Но я сразу скажу, откровенно, искренне, что я не смог бы быть с девушкой стриптизерши, потому что я сам собственник. Я как бы не мог представить такую ситуацию, что она обнажается и вытаскивает тоже из публики. Я не мог. Она вот это должна делать со мной. Никто-то из-за. И, ну, не знаю, наверное, это и на любовь раз удерживает. Да, мужчина-стриптизер в первую очередь мужчина. Рекламная пауза. Мечтая о финансовой самостоятельности и будучи, безусловно, натурой творческой, герой шок-шоу решил зарабатывать стриптизом. И вот уже два года он получает и доход, и удовольствие. Правда, его подруга не пришла в восторг от его вечерних занятий. Турт, а как вы сами оцениваете свои выступления? На ваш взгляд, есть ли в этом что-то аморальное? Вообще, если сравнивать с тем, каким я был человеком раньше, то я был очень скромный человек. В технике, в школе, ну, тихоней. И это я, наверное, откликаясь в своих танцах, я веду себя культурно. Культурно. Если я вижу, что этот человек мне нравится, я это не делаю. Я вытаскиваю человека, я разговариваю с ним. вот, я спрашиваю, могу ли я снять это? А если он говорит нет, я говорю, не буду снимать. Ну, я разговариваю с человеком, чтобы не принести ему вред, чтобы на меня потом не было никакой озлобы. Если бы вам предложили на выбор регулярную работу с девяти до шести, с определенным стабильным доходом, но несколько скучноватую, вы бы согласились? Я бы согласился, но тогда бы мое хобби было рыбалка, бань, лес и стриптиз. Для своей девушки вы стриптиз танцуете? Интересный вопрос. Это проблемы моей девушки. Она очень давно хочет, чтобы я для нее станцевал. Нет, я не танцевал. И она, да, такой, был один момент у нас был, был разговор, тема такая, что вот она хотела, чтобы я для нее станцевал. Она сказала, если ты хочешь, я найду парня для тебя, если ты хочешь, чтобы для тебя станцевали, я найду парня для тебя, но я не буду танцевать для тебя. Почему? Не знаю. Я, кстати, не знаю, может, и станцию. Была бы такая ситуация. Это отец, конечно, наверное, так. Вы на день рождения станцуете? Да, наверное, станцую. Эдуард, как долго вы собираетесь танцевать? У вас есть какая-то заветная сумма, которую вы хотите скопить? Или будете танцевать, пока возраст будет позволять? Я думаю, возраст не причина, чтобы бросить танцы, стриптизу, да, потому что, я знаю, есть парень, работает 35 лет. Нормально, я думаю, в порядке с этим. А, ну, я не знаю. Может быть, это всегда будет моим хобби, если у меня не будет свободного времени из-за другой работы. А когда будет свободное время, если мне предложите, почему бы нет? Какие планы у вас на будущее, профессиональные? Многие из танцоров были за границей, да. Я не был, я хотел бы попробовать просто посмотреть, что, да, как это происходит. Даже не из-за денег, да, поехать, а посмотреть вот все. Своим взглядом, не по слухам, а вот это ощутить. Я не хочу ничего загадывать, потому что сейчас происходит очень много проблем в мире, в жизни вообще. Я ничего не хочу загадывать. Пока пусть остается, как есть. У меня, может, есть планы на месяц, но я не хочу так масштабно это все делать. Я обращаюсь к психологу, который, как обычно, есть у нас в студии. Скажите, для того, чтобы танцевать стриптиз, какими психологическими качествами должен обладать именно мужчина? Он должен быть совсем без комплексов или наоборот? Для него, наверное, в первую очередь необходимы те же качества, что и для актера. Да, недаром Эдуард все-таки провел эту параллель. То есть желание быть на публике, в центре внимания, с определенными демонстративными чертами, в психологии есть такой термин, и с определенными чертами женского поведения. Как это ни странно, потому что у всех выдающихся талантливых актеров данные черты присутствуют. Если говорить конкретно, скажем, о стриптизе, все же я думаю, что тут у танцевщика есть некое получение удовлетворения от полученного удовлетворения публикой. Есть подспудное какое-то желание, может быть, неосознанное, что-то реализовать в танце, на сцене, входя в роль то, что человек не может себе позволить в реальной жизни. Ему что-то, скажем, мешает. Комплексы это, определенные, скажем, личностные особенности, воспитание человека. И, возможно, это даже какой-то фантазийный, виртуальный, сексуальный акт. Как вы считаете, прилично ли молодому человеку зарабатывать, танцуя стриптиз? Ну, если женщинам прилично, почему бы мужчине нет? Вы считаете, что женщинам прилично? Думаю, да. Мне кажется, это смотря от какого парня. Например, если бы мой парень вдруг сообщил или вообще захотел или что-то в этом роде. Ну, никогда в жизни, то есть. Мне кажется, что как и в любой работе, если человек делает это профессионально, красиво, то почему бы и нет? Это хороший заработок, это лучше, чем тянуть деньги из кошелька родителей. Мой вопрос адресован к тем, кто посещает ночные клубы. А вам самим нравится выступление стриптизеров? Я видела, как танцует стриптиз. Я сама при этом присутствовала. И я хочу сказать, что стриптиз танцуют очень такие прелестные ребята, очень красиво, нежно и романтично. Это со стороны выглядит так очень прекрасно. Но вот мужчины почему-то это не одобряют. Когда по Пепси-форуму был год, там выступал мужской стриптиз, поп-пов, меня даже вытащили на сцену. Мне как бы удалось подыграть немножко. Вам понравилось? Ну, можно сказать, что да. Каждый танец это как бы искусство. И когда человек это искусство исполняет с искоркой, и как бы он хочет подравиться людям, он весь выкладывается. Это просто прекрасно. И вот сколько раз я Эдуарда видел на сцене, не потому, что он мой большой друг, но я считаю, что как бы лучше его, и как он танцует, я никого не видел в Риге. Но в Эдуарде есть что-то такое, что нет ни у кого. Вопрос к девушкам, присутствующим у нас в студии. А какие чувства вызывает у вас этот молодой человек? Он вам понравился, или вы его осуждаете за что-то? Честно говоря, мне герой понравился, кажется, очень стильно выглядит, и эта профессия ему подходит. У каждого человека есть плюсы и минусы. И мне понравилось в этом человеке, что у него есть какая-то целеустремленность, и он чего-то достигает. Только мне очень жалко, что он как-то себя в стриптиз отдал так сильно. Ну, вот так. Мне понравился очень наш герой, потому что он довольно гармоничен. У него много разносторонних интересов, и он знает, чего он хочет, в общем-то, в этой жизни. Все очень конкретно. Есть цели, которых он добивается. А вы бы хотели, чтобы вашим другом был мужчина, который танцует стриптиз? Ну, ты, я, например, если бы мой парень был бы стриптизером, я бы ничего не имела против. Я считаю, что это нормальная профессия. Я против, чтобы мой парень был стриптизером, потому что в отношениях любовных я очень ревнивая, и как бы мне бы хотелось, чтобы мой любимый человек отдавался только мне, и... Вот так вот. Ну, вообще-то стриптизеры никому не отдаются. Нет, я имею в виду в плане того, чтобы танцевал свой танец эротический только мне. Вопрос к мужчинам. А вы могли бы пойти танцевать в стриптиз-клуб? Я бы с удовольствием пошел танцевать стриптиз, когда мой друг, который мне как брат, я его знаю почти с детства, когда он начал заниматься стриптизом, он как бы мне предложил, «Марис, а почему бы тебе тоже не попробовать?» И как бы я попробовал, но Эдуард со стороны сказал, «Нет, у тебя не получится». Эдуард, а почему вы посчитали, что ваш друг не сможет танцевать стриптиз? «Марис, я, если честно, не помню, когда это было, но если я так сказал, то я возвращаю свои слова обратно. Я бы еще раз хотел посмотреть. Организую для тебя как-нибудь». Эдуард зарабатывает деньги стриптизом, а вот те молодые люди, которые у нас в студии, как вы зарабатываете деньги себе на жизнь? Мы работаем в казино «Ренессанс», вот с этой девочкой. Ну, в принципе, если бы возникла ситуация и пришлось поменять работу, в принципе, я не вижу ничего ужасного в стриптизе. Это была бы альтернатива. Я занимаюсь охранной деятельностью, я профессиональный охранник. В этом бизнесе я уже пять лет. Что бы там ни говорили про Чипен Дейлов, у нас и свои красавцы имеются. А если есть спрос, то будет и предложение. А значит, для молодых людей, решивших строить свою жизнь самостоятельно, нет ничего невозможного. До встречи через неделю на шок-шоу! АПОДИСМЕНТЫ АПОДИСМЕНСКОЙ Субтитры создавал DimaTorzok